Всем привет, всем привет на ваших экранах! Опять лучший ведущий, я-я-я-я-я, лучший ведущий континента Али Ге, в самом реальном реалити-шоу, кто хочет жить в пентхаусе. Напомню, что количество участников возросло до четырех, и сейчас за главный приз роскошный пентхаус на крыше самого обычного многоквартирного дома бьются Василий Задов, Сергей Пержо, Иннокентий Приходько и участковый милиционер Эдик Рылов. Ради участия в нашей игре они все взяли месячный отпуск. Напомню, что только четверо знают о скрытых камерах, в отличие от собственных семей, которые живут в абсолютном неведении. Так, ну что ж, сели поудобнее у телевизоров и внимательно смотрим на экран. Сегодня наши герои немного заскучали, поэтому я с утра пораньше подкинул им очередное задание. Надо составить слова добрых глаголов. Вы скажете, нет таких глаголов, а Олег Г говорит, что есть. Берем буквы алфавита А, Б, В, Г, Д, и на каждую букву надо придумать глагол доброго дела. Ну, например, на У убирать, на М мыть, на К красить, ну на А. А что у нас есть на А? А, на А, ассимизировать. На А, на А. Черт, что это вообще за глаголы такие, а? На А. А, аргументировать. На А, так, на А, 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 арестовывать. На А, на А. А, идиотское задание. Б. А, благословить. Б, 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 б. Бить? Ну, не обязательно по лицу, так, по почкам или по печени, по касательной для профилактики. В. Вытряхивать. Вытряхивать. Думай. Думай, прапорщик. Думай. В. А. Возвелинчивать. На Г. На Г. Это очень просто. Г. Гадить. Лучше гладить. Г. Г я пропущу, потому что, ну, неприличная буква. Ну, неприличная. Абажур. Абажур. Абажурить. Есть такое глагол, а? Д. Д. Делать. Добро. Е, 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 е. А можно эту букву пропустить? Потому что у меня на буквы Е очень маленький словарный запас. Алибастр. Алибастр. Я пошел алибастрить. Так можно, а? Е. Ехать. Ну, не просто ехать, а ехать делать доброе дело. Вот такой вот забавный конкурс. А впереди еще буква Ж. Все, хватит. Хватит. Я не подписывался играть в Рудитов. Мне мужские какие-нибудь задания там на силу, на ловкость. Кто больше скушает. Вот, в конце концов, на ораторское искусство. А это я не хочу этим заниматься. Все. Пойду развеюсь. И краткое. Простите, а на и краткое есть такие глаголы? Да, есть. Можно йодом смазывать доброе дело. Ну, есть вот там е-е-е-еха, гали-гали, но, не знаю, сдаюсь. Ну, что называется, сдаюсь. Не положено выражаться по службе. Вяжите. Итак, Пиржо дошел до Е. Краткое. Эдик и Приходько застопрились на Е. А Задов в это время... Ну, в общем, смотрите сами. Опа! От меня гад. Ой, дай, дай, мать. Опа! Я дом. Бас? Да? А шо это такое? Вот так вот. Опа! Понимаешь, Ганя, я хочу, чтобы... Я хочу, чтобы вся страна знала, что мы, Задовы, умные, не каким-то там задним умом словечки сочинять, а силы и воли, силы духа. Сила и воли, и силы... Мне же месяц дома сидеть, Галя. Так я вот себе интеллектуальное занятие придумала. Пусть я ничего не поняла. Каким задним умом? Какое интеллектуальное занятие? Понимаешь, они задание дали про добрые слова. Какие добрые... С кем ты разговариваешь? Я ничего не поняла. Зачем тебе вникать в это, Галя? Для чего тебе этот... свой пятак пихать в мои дела? Короче, мне меньше месяца осталось терпеть их задание, а потом гуляй рванина. Ой, Вася, Вася, сдается мне, ты ступил на скользкую дорожку. На масонов намекаешь. Еще и масоны? Вася, я иду к участковому, пусть он с тобой поговорит. Для твоего же блага, Пупус. Как хорошо, что президент выпустил указ по борьбе с террором. От тебе, террорист. Элуард, вы что? У меня сейчас пуля просвистела вот так между ног и ага. Ну, вам не привыкать, как Галя? Вы что делаете? Я в мастерстве стрельбы соревнуюсь. Ну-ка, сделайте руку так. Вы что, дома? У вас что-то тут тира там в милиции или там полигон какой-то? Тир есть, но меня туда после последнего случая не пускают. А что там случилось? Ой, ну какая вам разница, Галя? Ну не пускают и не пускают. Главное, все живы, здоровы. А тир можно и новый построить. Что надо? Эдуард, я пришла к вам вот, как к милиционеру. Я насчет Василия, Эдуард. Вы знаете, в последнее время Василий, он ведет себя как-то странно. Вы знаете, он все время сидит дома. Еще он получает какие-то задания от кого-то. И самое страшное, что он все время разговаривает со стенкой. Ну, понятно. Плохого вы советчика себе выбрали, как Галина. Я же тоже разговариваю со шкафчиком. Так что ничем помочь-то не смогу. Какой? Какой смысл ему помогать? Он сам хочет жить в пентхаусе. А, Галочка. Здравствуйте. Ну, как там? Ой, ой, ой. А что? Наш Париж как? Ну, а что, Париж как Париж. Ворот Контрастов. Завтра сдаю документы. Ши Друмбунфе Париж. Ши Бонжур. Камон Сава. Туда-сюда. Я насчет чего зашла. Скажите, Сергей Михайлович, он что, тоже целыми днями дома сидит? Ой, не говорите, Галочка. Раньше дома сидел, а сейчас еще и пить начал. Шо вы говорите? И вы так спокойно об этом говорите, сильная вы женщина. А что мне еще делать остается? Знаете, мне так даже удобно. Он кушать-то не просит. Проснулся с утра, завтрака не надо. Не моется, не бреется. Так, две рюмочки бах-бах и опять спать. Я спокойно на работу схожу. Вот, возвращаюсь. Он кушать не просит, улыбается, ручки тянет. Опять две рюмочки бах-бах и опять спать. Вот так вот. Эх, зря дошла. Я-то ведь думала, что он с моим Василием поговорит. Да нет, что даже не думайте об этом, Галочка. Он, если разговаривает, то только, вон, со стенкой. Вот с той вот черной точечкой в уголке. Как будто бы там скрытая камера установлена. Найти наши камеры очень-очень сложно, потому что они очень маленькие, в отличие от моих девчонок. Когда мы эти камеры ставили, я даже три проглотил. Ха-ха-ха, о фами. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Скажите, что ваше Иннокентий дома? На кухне. Английский учится. Английский? А зачем ему английский? А ему, по его спецзаданию, наверное, придется скоро в Лондон переехать. Вот он и старается. А ты чего хотела-то? Ну я шо, я думала, что может, ваш Иннокентий с моим Василием умом-разумом поделится. Это вряд ли. Мой Кеша свой ум на посторонних тратить не любит. И потом ваш Василий, возможный китайский шпион. И у нас после вчерашнего. Персона нон-грата. Непуха, нибира. Чертва. Ай, серьезно. Непуха, нибира. Чертва. Непуха, нибира. Чертва. Ну и что здесь происходит? Господи, напугал. Галя, Галечка, ух ты. Выручи меня, а? Дай мне деньжат немного отыграться, а? Даже не думай. Я скоро в Париж еду, понял? А ты не понимаешь. Не понимаешь. У меня место прикормленное. Я его уже прикормил. Мне чуть-чуть туда бросить. Он и вернет все, что я в него накидал. Галя. Чего ты, ну уж прямо это уж. Чего туда будет? Ты этому автомату скормил все наши сбережения? Вот. И этого человека я называла пупусом. Говорила мне мама. Да ладно, что ты мама-то, Галя, ну пи-пи. Елки. Вот женщина. Только плохое помнит. Мы им цветы на 8 марта дарим. Дарим. Елки дарим на Новый год. А чего? В позапрошлом году покупал. А не только плохое помню. Галя. Галя. Ах ты, мама. И только прапорщик вышел, как появился его сынок. Просто радикальный оболк. Еще замечаний не делают. Сабик, ладно, в лифте догадят. Человеку нагадить нефть. Ух ты, а до руки. А до руки бандит. Ах ты. Ну здравствуй, дружок. Дружок. Ух ты. Ничего себе. Ёлки, фандалик, напянул. Надо не слёзы лить здесь, чё-сё-му-сё, а думать, что делать. Чтобы жизнь била ключом, надо соседей. Соседей к нам завлекать, чтобы они в наш автомат играли, где местные. Да кого завлекать, Василий? Эдуард дома по мишеням мажет. Приходько делает вид, что он английский учит, а этот пиржон вообще пьёт. Вот, видишь, да? Люди томятся от безделия, завлекать надо. Позвони нашему управдому Валерию Наумычу. У него тёща на днях померла, наследство оставила. Пригласи к нам в автомат поиграть. Да, кстати, я лично с Задом абсолютно согласен. Никому не интересно ни чужое пьянство, ни стрельба мимо, ни чуждый нам язык. Хоть и английский, а вот Задов молодец. Верно движется к победе. Кидает. Давай, Галя, вези ему халявные напитки, закуску. Пускай пьёт, курит, лишь бы кидал монетки в наш автомат. Галя, поправь левую грудь. Ага, давай. А если он больше не захочет, Василий? Или домой засобирается? Галя, это твои проблемы. Моё дело автомат припереть, а твоё дело раскручивать клиентов. Давай, вези, если что, сразу меня зови. Меланкулия, дульче мелодия. А вот вы не хотите ли халявные выписки, Валерий Наумович? Ну, не откажусь. Хотя завтра на работу, собрание, народ придёт. Повестка дня большая. Да что вы, какой народ? Какие люди? Какая повестка, у нас тут тоже повестка хорошая. И я вам чем не люблю. Вы лучше ещё поиграйте, Валерий Наумович. Да, блин, повезло задовас с женой. Если я когда-нибудь женюсь, я заведу себе точно такую же, чтобы в передничке, в чулочках, чтобы штучки всякие умело делать. Всё, всё проиграл. Всё, ну, всё так, всё. Значит, не смеем задерживать, наше казино закрывается. Здравствуйте. Здравствуйте. Как это закрывается? И вообще, ваше казино это незаконно. Так что, возвращайте мне деньги. Да-да-да-да-да-да-да. Хух. Ха-ха-ха. Вот, значит, незаконно, да? Да. Значит, выигрывать законно. Как только в парт не попёр, незаконно. Охрана. Я охране сейчас скажу, чтобы вас вышвырнули в освоясь. Охрана. А у вас что? Охрана есть? А то, а то. Ну, а пока наше казино на стадии становления. Вот. Должность охраны исполняю я сам. Ху! Я, я ваш этот вертеп закрою. Я ваш на собрании прописочу. Я всем газету вас опубликую. Я прокуратуру во вся пойду. Ха-ха-ха. Я всё, вам все раз закрою. Хе-хе-хе. Вазилий, я должна заметить, что благодаря мне он оставил здесь около полутора тысяч рублей. Надо доставать. Ну что ж, это уже дело рук профессионала. Мне на это две минуты надо. Да что же это такое? Что это за человек такой? Валерий Наумович, русским языком им сказали, дучин драку отсюда. Ой. Что у нас за парадная? Всё время ливень не работает. Да, да. Ой, Галочка. Вы в Париж собрались, или уж я не пойму, извините она панель. А я теперь уже не знаю, как жизнь сложится. Вась, ну что? Странный у нас мужчина, правда? Да. Так, Галочка, я чего заходила? Вы мне платьице не укоротите, прямо не понимаю, с какой стороны подступиться. Ну да, давайте. Ага. Посмотрим. Ну давайте, проходите, проходите, пожалуйста. Ой, это же у вас этот, этот нарухий бандит, да? У нас в поликлинике такой в рецепшене стоит в регистратуре. Можно я пару монеток брошу? Ой, да пожалуйста, азартная вы женщина. Вот так вот будем сокращать. И метров девять. Угу. Удачи вам, удачи, играйте. Вася, Вася! Да, надо будет Гале тоже мой пиджачок занести. Я когда последний раз в Саратове тараканье бега проводил, мне фанатки такой отпадный пиджачок подарили. Немного рукава длинноват. Ну свинство, просто свинство. По законодательству этот автомат 90%, хотя бы 70% денег обязан отдавать игроку. Я буду жаловаться нашему участковому. Ну это в теории, а на практике орать на меня будете, в Париж со мной не поедете. Милая моя, давно ли мы научились так говорить? Да нам на ваш Париж просто тьфу и растереть. Мы с моим Сергеем по Аральскому морю, да-да-да-да, на Сейнере отправимся плавать, ясно вам? Да вы хоть по этой вот ехеманке вокруг Москвы на коное отправляйтесь плавать, а я с тобой Ольгу Приходьковскую возьму в Париж. Давайте, давайте, да, она вас обворует в дороге, воровка просто, да. Платьюшко свое забирать будете, устроит? Что это? Дрянь какая молодая, а попу наела какую, а? Помоложе буду, помоложе, да. Вижу, вижу, казино-то работает, клиент повалил валом. Я вам полюбил, да, я вам полюбил. Что, все? Все. Э, не надо портить имущество Ольги Ивановны. Ничего, мы же с вами едем в Париж, там в Париже в казино. Отыграетесь, идемте лучше на кухню, чайку попьем. Давайте, наряды обсудим, давайте, давайте. Все, пошли. Вау, и опять, только они уселись чаемничать на кухне, как появился сынок, но на этот раз уже не один. К нашему шлашу, в спаленку. Сейчас, секундочку. Пройдем на секундочку. Кое-что покажу. Вот у нас что. У кого видеопагнитофон, у кого вот. Сейчас. Ух ты. Ну, давай, 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 давай. Видишь, как прет по жизни парню. Держи. Здесь, за меня. Сережа, вставай. А, не вставай. Просто дай ей денег в долг, а. Во синий, не денег. А у этой, у... У Зинаиды. У мамулечки есть. Где? Там. В синичкиных рассказах. Нашел? Нашел, нашел. Не забудь вернуть. Я тебе верну. Даже с процентами, когда отыграюсь. Полозу синичкины рассказы. Подожди, подожди. Ну, всякое бывает. У каждого бывает неудача. Давай на секундочку, а. Судьбу испытаем, а. Не уходи только. Я сейчас быстро. Ух, странно. А здесь получилось. И все-таки, Василий, мы с Ольгой Ивановной скоро в Париж едем. Мы тебе наряды уже придумали. Давай иди и вытаскивай, как хочешь, эти деньги из этого игрального ящика. Да, и мои заодно. Как? Что, я его пилить буду? Бензопилой? Что, я похож на дурака? Неужели все-таки будут вскрывать? Как-то это не по понятиям. А-а-а! 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 Нет денег, а. А где деньги, Василий? Где деньги, Василий? Где деньги, Василий? Есть кто живой? Ах ты! Смотрите, что я купил. Ноутбук. Пред-пред-пред-пред-пред-пред-пред-пред-пред-последней модели, вот. А на какие шиши? Ой, сынок, а. Да как, да какие? Выиграл в автомат. Так, прошу заметить, там были и мои 400 рублей. Да ты чего, гаденыш? А-а-а! Сатя! А-а-а! Боже мой, Сережа, мы с тобой договаривались, да? Что, если ты хочешь пить, петь, только не надо разговаривать со стенками. Никакого фетишизма. А я про стенку затеню в новую песню. Стенка разина, тюны. За спиной у стенка разина. Сергей! А где мои деньги в Синичкиных рассказах, а? А-а-а, синичкой, у-у-у-у, унесла накрылась-то. Господи! 362 рубля. Потому что, сынок, жизнь такая сложная. Иди, без денег не возвращайся. Интересно знать, папа, где это я на среди ночи смогу продать ноутбук, шортики и неплохую гавайскую рубашку с ботаной, а? Сынок, честное слово, вот не папиного ума дело это. Иди, найди скупку краденого, к барыгам зайди и, в конце концов, к проституткам. Да, папа, ты здорово изменился за последние дни. Мне кажется порою, как в песне, мне кажется порою, что солдат, мне кажется порою, что тебя китайцы завербовали. Вау! Большой человек, сына родного ночью к барыгам отправляет. Я думаю, что на сегодня задом сделал просто всех. А вы пока шлите свои смски с именами лучших на сегодняшний день. С вами был лучший ведущий континента Али Гэ и Май, Герлз Бэн, да, и супер реалити шоу. Кто, кто, кто хочет жить в пентхаусах, да? Хм! Аплодисменты! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...